Приветствую всех, с вами Низирамас, мы продолжаем играть в Майнкрафт АОДА 2, у меня снова тут полнейший беспорядок, беспредел и прочая нехорошая вещь, вообще зачем это сюда идет, не знаю, так это нужно забрать. Собственно, сейчас я сделаю несколько этих книжек, прямо вместе с вами, дайте мне кусок воды. Собственно, если вы видели бонусную серию, по идее она должна была быть до этой серии, то вы знаете, что я там успел нашаманить, если нет, то сейчас я вам покажу. Так, поставь сюда водой. Вода хватит. Крафтим кучу бутылочек с чернилами из мест крафта. И я решил, что я также, помимо перемещения по разным точкам обычного мира, я таким способом хочу обезопасить себя в измерениях из адвента. Потому что вот этот глюк мне вообще просто наикатастрофичнейшим образом не понравился. Так, десять книжек. Могу еще четыре сделать. Давайте их и сделаем. Собственно, я сделал первый свой салушард. Тоже хорошо. Четырнадцать. Кожа у меня вообще есть. Ага, кожа есть, конечно. Смешной нитерамос. Кожа у него есть. Но оставим это здесь. Книжка вот здесь. Где? Вот она. Так, я надел свою вот эту броню, поскольку я тут пока бегаю у себя. Так, вот эта штука здесь будет стоять, потому что я на ней спавнюсь от книжек. Из вот этого мисткрафта. Потому что с полублоками она как-то криво работает. Ну, тыкаем сюда. Тут у нас последний житель. Собственно, это millennium, последний millennium. Ну, the last millennium, он так и называется. Из экстравитилитис измерения. Ну, изначально представляет из себя вот этот просто квадратик. Вот я к нему приделал небольшую вот такую вот зону. Здесь вот есть портал в пустыню, в который я опять же в той же, по-моему, бонусной серии отправился, посмотрев координаты вамидс. Ну, сами понимаете. Такое количество блоков самому исследовать это... Я вот тут подофигел слегка. И по слегка, я имею ввиду, ни разу не слегка. Так, залинковались и отправляемся сюда. Надо поставить здесь в эту штучку. Вот здесь поставлю себе метку, чтобы я знал, где у меня выход есть. Так, это назад. Так, это выкину отсюда. Или, слово шарп, мне не нужен с собой. Так, это даже может пригодиться. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Кстати, а вот эта вот штучка хороша. Она позволяет избавиться... Вот, например, у меня преследует этот чудовище из адвента, которое я не могу ничего сделать. Так, я могу хотя бы избавиться от него. Он у меня перестал преследовать. Так, ну здесь в первую очередь меня интересует даже не сама пустыня. Хотя в ней с местных обитателей падают предметы, чтобы я мог призвать самого простого из боссов. Нам меня интересует вот тот вот биомчик замечательный. Саванна. Потому что там можно набить себе уровень охотника. Ну вот, собственно, пойдем отправимся осмотрим вообще, что у нас там есть. Кстати, вот это он нам будет немножечко прогасить. Так, нет, он, по-моему, не уязвим к этому. Да, мужик? Иди сюда. Да, он, по-моему, не уязвим к атаке. Такой. Чудичный, могу тебя бить? Могу. Ну это что? Сырое химеровое мясо. Ужасные какие. Ммм. 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 Так, а вики мне интересуют в последнюю очередь. Сухти всяких. Так, ты убиваешься. Ты убиваешься. Ты убиваешься тоже, мужик. Это с них кости падают? Серьезно? Дожили. Ммм. Ммм. Я думаю, что все. Оттуда спрыгнул. Я хочу найти место, в котором будет поприятнее сражаться. В плане количества мобов. Да, отвалите всех. Достали. Ага. Что-то ушло. А чё орёшь на меня? Э, животное. Хэдшот. Хэдшот. Хэдшот в ногу. Хэдшот в ногу. Навыки это хорошо. Не понял. Химера. Хмм. Приготовленное химеровое мясо. Хмм. Какое-то оно, честно говоря, так себе. Ну а тут у нас, собственно, хорошее место для охоты. И главное тут не нужно никаких ивентов, чтобы мобы споунились. Такие, то есть они тут именно в постоянной основе. Поэтому в самом начале игры селиться в саванне это тот ещё вариантик. Попадал. Не попал. Сейчас попал. Хмм. 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 Ёжики какие тут. Каньончики. О, вот эти пустотники. Зайхориум. Крайне редкая вещь. Развоплотил скелет. Непонятно. Э. 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 Ну офигеть теперь. Химера исчезла. Ну вот как так? Чё ж вы выживаете-то? Так, короче. Сюда подошли. Мне тут надо до 30 какого-то уровня желательно добить это всё дело. Ну понятное дело, если я вот так вот буду это набивать, это займёт офигеть сколько времени. Поэтому я хочу попробовать сделать интересную вещь. Куда пошёл? Я хочу сделать спавнилку этих момбов. Чтобы они спавнились в одном месте. Ну собственно обычная ванильная спавнилка. Чтобы они все приходили в одну точку, я просто стоял их и убивал. Естественно, никакие способы автоматического фарма этих момбов не будут работать, потому что они не убиваются сами. Естественно, я не собираюсь сделать их спавнер с помощью слоушарда. Чисто вот обычная ванильная механика. На основе этой механики я и планирую эту штуку сделать. Собственно, вот здесь вот достаточно места. Нужно два на два чанка. И сделать будет платформочку высоко в небе. На которой всё это безобразие будет исполниться. Пам. Ну, как! Пам. А что? Не буду отстреливать лицо. У тебя отстреливай с лицом. Пам. Пам. Ты в курсе? Пам. Я промазал. Промазал. Замечательно. Пам. Вот так. Пам. 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 Эй, неудачник. Ё-моё. Ведь почему-то иногда перестает отрисовываться, что это монстр с требованием к охоте. Так, исчезни. Ты мне здесь не нужен. Хорошо сидит. Я уж подумал, там этот пиксон. Если бы там был пиксон, я бы к нему сейчас рванул собрать его. Сдох. Сдохли все. Так, ну там никого нет. Собственно, какой-то небольшой тут у нас биомчик саванны. Вот такая вот маленькая вообще штука. Это еще одна причина, почему я за то, чтобы сделать себе спавнилку... Ну, собственно, самую обычную спавнилку на ванильной механике. Надеюсь, она будет работать. Хотя, в принципе, почему нет? Я не вижу ни одной причины. Она не будет просто убивать мобов. Ну, спавнилку она их будет. Вполне себе. Сдохли все. Ох, кактусы. Ладно, пойдемте. Так, из-за ваших атак... Я птичку не вижу даже. Хэдшот. Давайте съедим мясо. И давайте-ка немножечко тут тогда побегаем. В принципе, я не собираюсь вместе с вами тут... ...занимать вам целую кучу времени просто тем, что я буду убивать мобов. Однотипных. Вот, кстати... Так, ты нафиг не нужен. Вот если кто знает, подскажите, почему исчезает? Майнкрафт, что с тобой? У меня что-то с Майнкрафтом происходит. Меня это вообще не радует. Хэдшот. Я сказал, хэдшот. Хэдшот тебе врыло. Монстр. Собственно, я сейчас хочу собирать вместе с вами побегать по пустыне. Посмотреть ее. Что там интересного в ней можно найти. Если такое вообще есть. Если. Ключевое слово. Ушло. Кстати, можно отследить, куда они перемещаются, вот по рейс-минимал. Все-таки, когда она включена, FPS заметно просаживается. Ам, стоп, что? Странно. Что-то тут не то. О! Прекрасно. Мне теперь нужно еще... Кожа Раммер Хэда. А это, если я не ошибаюсь, вот это чудище из саванны, нет? Честно говоря, не очень помню. Вот смотрите, сколько я бегал. И снова лес. Снова вот этот крытый лес. И какая небольшая пустыня. И вот я посмотрел по карте, через Амидс, по Сиду этого мира. Это ужас просто. Вообще. Пустыня. Это была самая ближняя пустыня. И далеко, я бы сказал, не самая маленькая. В этом плане у меня что-то мир не захотел. Делать так, как было бы хорошо. И сделать так, как он захотел. О! Стреливаем в голову. Ну, ок. И тут животное. Почему он от моей винтовки не получает вреда? Винтовка это не ближний бой, игра. Ты не угарай надо мной. Я, конечно, понимаю, что я ни хренашечки не понимаю. Но я ни хренашечки не понимаю, какого хрена он так работает. Кстати, хороший источник этого песчаника. Этих по-хорошему было к себе не пропускать. Чудиков, которые тут не убивают своим оружием. В броне еще немножко есть. Ну, вот уже кончается. Вот вся пустыня. Вы посмотрите, вот это маленькое пятнышко и вот этот огроменный биом. Собственно, вот джунгли тут явно большие. Вот это равнины огроменные. В сочетании с океаном, которая... Кстати, неужели меня Миттс обманул? Он мне сказал, где-то тут должна была быть деревня. К югу от храма. В котором я себе... Этот... Аванпост устроил. Видимо, либо что-то пошло не так, либо я ее не нашел. Уж она сдыхалась от меня. Должны деревни от меня прячутся. Кому-то я могу снести полный урон, кому-то нет. Почему она так работает? Потому что лошадь в ванне с игруцами, вот почему. Это единственная причина. Скелет, вы меня не интересовать сейчас. Так что не надо ко мне приставать. Как там я везде был? Бывало льда? А может, вон там, конечно. Мне казалось, что она была нарисована в пустыне. Давайте туда тоже взглянем, посмотрим, что у нас вообще тут происходит. Уи! Красота. А, черт. Черт. Угу. Теперь будем... Видите, как я горю. Мм. Не очень-то полезный NPC. Да и интеллект у него такой себе. Да, я могу себе вот такое вот сделать. Даже неплохой сет, на самом деле. Но главный минус, он вообще защиту не дает. зато сам восстанавливает сытость. Это хорошая... хорошая задатка. О! Здорово. Охотный моб. И снова снежный пиво. Эта игра довольно чертовски угорает сейчас. Здесь-ка я это угошу, я вот что-то давно не видел. Охот. Просто такой полный набор выдал, что он мог дать. Я говорю, вы что-то долбитесь. Так, я не знаю, что вот это такое, где их брать, но это даже не адвент. Сеншенс, это именно Дивайн РПГ. Надо будет, кстати, по нему как-нибудь тоже посмотреть какую-нибудь информацию, а то... Я не уверен, что я все о нем знаю, что нужно. Не, палка это имба вообще. Имба и не контрится. Давай, ешь. Вален. Нет, ну тут опять... Тут даже снежный пиом нарисовался. Опять. А тут... Торговец тролля. Сныкаем. Такого у меня еще нет. Хоть он мне и не то чтобы нужен. Потому что он только амфибитовые эти легкие. Покупает, по-моему. Ну или там еще какая-то странная сделка. В общем, пользы я в нем особо не нахожу. Может она и есть. Крипер, а куда вы идете? Я в измерении Кри... В Криппонии бывал. Они на меня нападают. Смотрите, там еще саванна. Это интересно. Может быть там будет что-то интересное. Какая-то там высокая саванна. Высокогорная. Горно-высокая. Нет, это вообще... Это мощь. У меня, кстати, еда кончается. Это нехорошо. Кстати, в крайнем случае я смогу вернуться на базу из любой точки мира. Даже не убиваясь. А вот у меня книжка запасная есть. Которая ведет в тот... The Last Millennium. Возможно, это даже вариант будет. Особенно, если мне понравится вот в этом месте. Если я там что-нибудь интересное найду. К чему я захочу возвращаться. Это кто? Вот этот. Окей. Королевки. Потому что ромер-хеды своей шкурой не дают. Когда у меня будет шкура, я смогу босса вызвать себе. Этого простенького тролля. Ну, простенького, конечно, по меркам этого мода. Смотрите-ка. Просто чисто. Остров с саванной. Странно. Ну, я не думал, что я сюда зачем-то буду ходить. Потому что саванная у меня ближе там и фармилку будет удобно делать там. Ну, если что, я знаю, что я знаю, что у меня вот здесь есть хороший остров с саванной. Там сейчас троллей-хеды какие-то еще есть. Ну, это... Ну, это... Это обычный песок. Мне показалось, он какой-то слишком белый. Судя по кустикам, там, возможно, даже пустыни. Ну, нет, не думаю. Нет, может быть, конечно. Такой у меня навык. Третий только. Ну, да, потому что я очень поздно начал развивать этот мод. О, этот навык. Я сказал... Красавчик. Он понял, что я с ним сделаю, и решил саморазвоплатиться отсюда. Я... Видите, вверх. Да? Красивой, так. Костаспин. Или спинокост. Так, саженцы акации наконец-то появились. Тот ревизинный акаций у меня уже давно, а саженцев всего не было. Вот и тёшь. Нахрена мне столько этого сульфура бешеного дают? Он мне, по сути, вообще не нужен, кроме как... На, там, на полтора рецепта. Дают его так, будто он нужен зачем-то. То количество, которое его мне нужно, я могу спокойно получить, просто раздробив... Кучку этих палочек. Блэйзовых. Слуха вещей, какая красота. И возвращаемся. Вот я здесь. Почему-то, если я вот использую вот этот портал, я оказываюсь на спауне, поэтому мне выгодно вот так сделать. Поэтому я так и сделал. Кстати говоря, у меня уже есть материал, с которым я смогу сделать себе спаунивку, в случае чего. Так, ладно, давайте на это закончим тогда данную серию. Такая небольшая экспедиция в пустыню и окрестности у нас произошла. Я считаю, это вполне себе достойное занятие. Ну, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok